Как в 41-м, в первой фазе сражения стороны прощупывают позиции друг друга. Первая атака немцев успешно отбита, и противник пытается задействовать средства психологической борьбы. В ответ на пропаганду звучат только выстрелы. И после артподготовки немцы переходят в наступление и врываются на передовые позиции Красной Армии. Немцев встречают плотным огнем, и они вынуждены залечь. Агитационный «Опель» снова выезжает на передний край и призывает красноармейцев сдаваться. С берега Невы подходит большая группа советских солдат с поднятыми руками. Но это тактическая уловка красноармейцев. Большая группа солдат вермахта уничтожена. Красная Армия начинает массированное наступление. Немцы в панике откатываются на свои изначальные позиции. Советские войска на их плечах врываются в окопы. На поле боя появляется броневик с черным крестом. Его останавливают орудийным выстрелом прямой наводкой. Отчаянными усилиями немцы останавливают прорыв Красной Армии. Советские войска откатываются на исходные позиции. Противники обескровлены и переходят к позиционным боям. В реконструкции принимало участие более 400 человек. Из России, Латвии, Израиля и даже Бразилии. Доброволец из Южной Америки сражался в рядах Красной Армии. Огромная честь, потому что я считаю, что форма Красной Армии – это не только, скажем, одежда, а прежде всего символ славы определенного периода, символ славы народа, который уничтожил фашизм. Вторая Синявинская операция продолжалась с 20 по 28 октября 1941 года. В кровопролитных боях ежедневно гибли около тысячи советских солдат. В память о них этот салют. Вторая Синявинская операция закончилась неудачно. Красной Армии не удалось прорвать блокаду Ленинграда. Но жертвы были не напрасны. Почти на полгода маленький «Невский пятачок» сковал силы нескольких немецких дивизий. Арсен Коттер, Тимофей Чикмарев и Андрей Тарасов. Вести. Ленинградская область.